Киев намерен максимально ограничить контакты между жителями приграничных районов Украины и России. Правительство приняло решение о закрытии двух десятков пропускных пунктов. Люди, которые раньше могли попасть к родственникам из сопредельного государства пешком, теперь вынуждены ехать за десятки километров до международного КПП. Скоро для пресечения границы потребуется еще и загранпаспорт. Юлия Чумакова продолжит тему. Что закрыто, то закрыто. Да, вижу, калитка закрыта. Пропуска, значит, нет. А почему? А почему? Кто его знает, почему. Наталья Бондарева из российского села Титовка всю жизнь она ходила туда, на Украину, через этот пункт пропуска. За границу попадала просто. Главное, не забыть дома паспорт. Сегодня ее впервые не пустили. Украинцы теперь тоже не могут здесь пройти границы на замке. На той стороне родственники у нас. Магазин мы туда ходили. Всегда жили как одна семья. Россия и Украина. Украина в одностороннем порядке. Только в Ростовской области закрыла 8 пограничных пунктов пропуска. Постановление кабинета министров соседнего государства вступило в силу и действует чуть более суток. В российских приграничных деревнях, где так запросто раньше ходили в гости на Украину. И откуда украинские же соседи бежали в случае обстрелов их территории, до сих пор не могут поверить в это. От российской Титовки до украинской Александровки здесь по прямой не более 200 метров. Мост через реку Деркул и есть граница, разделяющая Украину и Россию. Местные жители говорят, что раньше не было ни одного праздника, на который бы они не ждали родственников. Но эту масленицу впервые отмечают без них. И настроение у людей совсем не то. Очень неудобно, конечно. Все возвращаются, все недовольные, всем обидно. И родственники есть на Украине. Теперь никакого общения, кроме мобильной связи. И та не всегда работает. У жены мать, 90 лет, отметили вот в ту субботу, 90 лет. Теперь жена не может пойти мать проведать. А как это делать? Кому обращаться? Говорят, русские пропускают. А какой смысл? Русские то пропускают, а Украина то нет. Николай Михайлович сегодня пытался договориться. Просил украинских пограничников, чтобы его пропустили. На Украине у него родни больше, чем здесь. Сестры, братья, внуки, правнуки. Но теперь, чтобы только пересечь границу, нужно ехать до ближайшего международного пункта пропуска. Донецк-Изварина. Это больше 100 километров. А совсем скоро еще и загранпаспорт будет нужен. Мне нужен паспорт уже 77 лет. Ну, зачем он мне нужен? А ходить надо, проведать надо своих родственников. Это же годами, годами жили там, у меня же уже правнуки мои там. Я не могу поехать проведать. Местные жители рассказывают, что многие с Украины ходили сюда работать. Теперь это сделать сложно. А их дети учились в российской школе, здесь, в Титовке. У них в Александровке своей нет. Как этот вопрос будет решаться, пока неизвестно. Юлия Чумакова, Негина Искандарова, Андрей Коник, Виктор Гребеньков. Первый канал. Ростовская область. Субтитры добавил DimaTorzok